МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире АКТВ Вести в студии Максим Шаклейн о новостях среды в материалах наших репортеров. И вот коротко о некоторых из тем. Опубликован график гидравлических испытаний в Кирово-Чепецке. Насколько горожане останутся без горячей воды? В промзоне отремонтируют проезд западный. Федерация подтвердила намерение выделить городу средства. И зимой, и летом здесь такая вся дорога. Нет дороги. Надежда 2019. В городе прошел традиционный фестиваль инвалидного спорта. Хорошие настроения! Отличные! Победа на фестивале в Санкт-Петербурге «Шоу-балет Гран» стал лауреатом первой степени в номинации «Современный танец». Перезвоны сделали фурор. Горожанам придется пожить без горячей воды. В Кирово-Чепецке начинаются гидравлические испытания сетей. Стартуют они в ближайший понедельник 20 мая. Гидравлические испытания теплосетей традиционно у жителей города вызывают совсем не радостные ассоциации. Проведение опрессовки неизменно связано с отключением горячей воды, однако без такой проверки сетей, когда повышается давление воды в трубопроводе, обойтись невозможно. Суть этого испытания – определить те слабые места, которые нужно привести в порядок за летний период. Но энергетики и коммунальщики пообещали в этом году сокращенные сроки отключения горячей воды. В четверг 23 мая воду начнут подключать, но с учетом результатов пройденных проверок. Безопасная и комфортная в Кирово-Чепецке отремонтируют одну из самых проблемных, но важных дорог – западный проезд в промышленной зоне. Кто помог в этом и когда можно будет принимать работу, узнала наша съемочная группа. Участок дороги в промышленной зоне Кирово-Чепецка. Правда, назвать это дорогой трудно. Огромные ямы, отсутствие нормального асфальта, неровности, пыль столбом. Проехать сложно. Автомобилистам приходится снижать скорость, притормаживать и выбирать варианты объезда самых глубоких ям. Алексей Соловьев из Ижевска по этому пути ездит уже более пяти лет. Он водитель фуры, занимается перевозками грузов. Поколесив по России, повидал самые разные трассы. Отрезок западного проезда в его черном списке. Проездить уже было невозможно. И зимой, и летом здесь такая вся дорога. Нет дороги. Новость о том, что злополучную дорогу отремонтируют, облетела все СМИ. По словам водителей, они уже и не надеялись на решение проблемы. Западный проезд – не главная городская улица, но тем не менее она важная. Здесь находятся подъездные пути к производствам, в том числе лесопромышленного комплекса. Из-за этого большинство транспортных средств, проезжающих тут – большегрузы. И на этой улице будет ремонт. Фонд «Моногорода РФ» профинансирует реконструкцию участка дороги в промышленной зоне Кирово-Чепецка. На это будет выделено 34 миллиона рублей. В прошлом году администрация подавала заявку в фонд развития моногородов. С этим вопросом Елена Савина выступала и в Совете Федерации в феврале 2018-го. Просьба была услышана. Ожидается, что дорога будет приведена в порядок уже в этом году. Екатерина Коллегова, Дмитрий Мальщуков, АКТВ, Вести. Региональный оператор по обращению с ТКО приедет в Кирово-Чепецк. Договоры на вывоз мусора можно будет заключить на месте. 27 мая в течение дня специалист будет работать в здании администрации Кирово-Чепецка. Договоры с Купритом смогут заключить все желающие – юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. Близится важное для многих верующих событие. 3 июня в Кирове начнется Великорецкий крестный ход. Паломники проведут в пути 5 дней. В этом году по традиции для участников хода из Кирово-Чепецка в селах Монастырском и Великорецком будет установлен палаточный городок. Молебен на начало крестного хода и благословение на участие в нем пройдет 2 июня в 9 утра в Верхнем храме Всехствятского собора. Также можно будет получить консультации по участию в Великорецком крестном ходе у миссионера храма. Кирово-Чепецкие танцоры снова стали лучшими. На этот раз хореографический коллектив «Шоу-балет Грант» вернулся с наградами из Санкт-Петербурга. С кем состязались чепчане и как им удалось одержать победу, узнали мы с оператором Дмитрием Мальчуковым. Международный конкурс «Фестиваль Невские созвездия» собрал коллективы со всей страны. На самой большой сцене в Санкт-Петербурге выступали танцовщики Кирово-Чепецка. Детский хореографический коллектив «Шоу-балет Грант» был представлен в трех номинациях – эстрадная, современная и балетмейстерская работа. Младший состав шоу-балета исполнил танец «В мире прекрасного». Несмотря на хорошую оценку членов жюри, такая самокритика Савелия оправдана, ведь он знает, что всегда нужно стремиться к идеалу. Старший состав исполнил несколько танцев, но до глубины души членов жюри зацепил именно он. Номер перезвонный, он довольно глубокий, он затрагивает темы и наших предков, и тему любви, тему поиска. Номер новый и новый даже для нас. Мы его сами не всегда понимали изначально, что происходит. Но благодаря нашему педагогу она нам все это объясняет, она нас учит, что нужно делать, как нужно делать, как это ощущать. Члены жюри фестиваля – это именитые хореографы нашей страны и профессионалы своего дела. Они внимательно следили за номерами грандовцев. Мне приятно было на обсуждении слышать их слова, оценку плюсовую в отношении к нашего коллектива. Коллектив, конечно, понравился. Конечно, я поняла то, что мы неординарные. И это мне жюри сказала прямо в глаза. Председатель жюри Барышникова Елена Евгеньевна. Она так и сказала, что если все коллективы, а не все коллективы, то гранд – это отдельная личность. И я счастлива от этого. Перезвоны сделали фурор. Лауреаты первой степени в номинациях «Танцевальное предложение», а также в современной и эстрадной номинациях. И гранд-при фестиваля взяла совместная балетмейстерская работа Елены Мельниковой и старшего состава шоу «Балета Гранд». Теперь впереди у них подготовка и множество репетиций к новым конкурсам и вершинам. Максим Шаклейн, Дмитрий Мальщуков, АКТВ, Вести. Этой весной АКТВ рады сообщить о том, что увеличивается список адресов с домами, подключенными к интернет-АКТВ. Где уже сейчас проведен высокоскоростной интернет до 100 мегабит в секунду по современной технологии оптика до дома, можно узнать, обратившись к нашему сайту или по телефону 3-63-16. В Кирово-Чепецке на базе Вятского автомобильно-промышленного колледжа прошел спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Взрослые участники соревновались в нескольких спортивных дисциплинах, а для детей была своя полоса препятствий. Подробности в следующем материале. Этому фестивалю 31 год. На протяжении всех этих лет фестиваль «Надежда» является площадкой встреч, общения и спортивных баталий для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году он представлен шестью видами спорта, в которых приняли участие взрослые и дети. У детей несколько видов спорта и у взрослых несколько видов спорта. У взрослых, значит, боча наша любимая сегодня тоже присутствует, дартс, джемблежа, значит, теннис был, стрельба из винтовки. Стрельба и правда вызвала немалый интерес. Несмотря на некоторые сложности, сконцентрироваться, прицелиться, задержать дыхание, нажать на курок и попасть в мишень – дело весьма увлекательное. Ты первый раз стрелял или нет? Ну, это уже не первый раз. Я обычно на даче тренируюсь на струбе. Уже ее есть. Сегодня меткость меня подвела. Подвела? Да. То есть можно было лучше? Не видел совершенства. Для детей была подготовлена эстафета и полоса препятствий. Через игру и с небывалым азартом они достигали поставленной цели. Хорошее настроение? Отличное настроение. Нам нравится. Мы уже участвуем второй год. Получаем призы, получаем грамоты, дипломы. Да? А что это вам дает? Заряд бодрости. Значит, мы здесь общаемся, обмениваемся опытом с родителями. Эти состязания – одно из множества мероприятий, проводимых обществом инвалидов для людей с ограниченными возможностями. По итогам, судьи определили победителей в каждом виде спорта. Лучшие поедут на областной фестиваль представлять наш город в Кирове. Максим Шаклейн, Максим Козлов, АКТВ, Вести. В Кирово-Чепецке продолжается сдача ГТО. Очередной прием нормативов пройдет 27 мая. На стадионе Центра образования имени Некрасова, бывшая школа номер 2, можно будет сдать сразу несколько видов. Метание спортивного снаряда, бег на короткую и длинную дистанции. Принять участие смогут все желающие старше 16 лет. Начало мероприятия 27 мая в 17.45. Но для участия в тестировании необходимо подать предварительную заявку до 23 мая на электронную почту gtokhsobacomail.ru или в школу Олимпия на улице Спортивная, А4. Контактный телефон 452-13. Сразу после нашего выпуска прогноз погоды на четверг, а у меня на этом все. Если у вас есть что нам рассказать, звоните телефон редакции 370-80. Всего доброго и увидимся на АКТВ. Субтитры сделал DimaTorzok